На сегодняшний день одна из целей – это признать Россию государством спонсором терроризма. Это станет на самом деле выдающимся событием, если это случится, потому что статус спонсора терроризма фактически вырезает эту страну по всему периметру из мировой торговли и международных отношений. Это останавливает многие деловые контакты этой страны. Она перестает зарабатывать деньги для своей военки, для своей оборонки, для своих солдат и таким образом ослабевает, как агрессор. Поэтому это одна из целей, на которой мы сейчас сосредоточены. Вы видели позицию американских законодателей, они уже на шаг ближе к признанию этого факта, но все еще не принято решение. Цель группы Ермака Макфола, которая была создана в марте, и которой я имею непосредственное отношение – тоже признать Россию государством спонсором терроризма. Если это случится, мы с вами будем иметь хороший повод для оптимизма. Если же нет, то тогда это ответственность мировых партнеров, которые в очевидных вещах не видят, знаете, за лесом, деревьем не видят. Потому что то, что Россия террорист, это мы знаем не первую неделю, а с начала войны и еще даже с начала войны в этом году, а войны в 2014 году, когда они начали эту практику терроризма. На это на сегодняшний день сфокусировано большое внимание, но не только на это. На самом-то деле Россия должна оставаться под прессом санкций, она должна оставаться под давлением международного сообщества. И, к сожалению, некоторые страны оказались заложниками их пропаганды, в частности, африканские страны, латиноамериканские. И последние недели президент активно, персонально коммуницирует с лидерами африканских и латиноамериканских государств, даже президент Гватемалы посетил Киев, стал первым латиноамериканским лидером, который убедился собственными глазами, что здесь происходит.